МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Чья-то ошибка или случайность? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 7 минут. Засекайте. Воспользовалась положением. В Бобруйске 30-летняя сотрудница Билпочты похитила почти 500 тысяч рублей. На допросе временно исполняющей обязанности начальник отделения связи пояснила, на преступление ее натолкнул долг на бирже, где она играла с конца марта. Горожанка была уверена, выходные служба внутреннего контроля не следит за финансовыми операциями. Имея доступ к расчетному счету, женщина осуществила несколько денежных переводов на свою банковскую карту, что и было выявлено руководством Билпочты в ходе контрольных мероприятий. Они сразу же сообщили о произошедшем в милицию. Женщине предъявлено обвинение. Она находится в СИЗО. На имущество наложен арест. Ошибка может стоить жизни. В Дребенском районе водитель не справился с управлением и съехал в Кювет. Авария произошла днем 1 мая. За рулем Шкоды находился житель областного центра. В салоне также была его 8-летняя дочь. Девочка, как сообщается, перевозилась без бустера. Она госпитализирована. Сам мужчина не пострадал. Госавтоинспекция призывает родителей безопасно перевозить детей, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам о правилах пересечения проезжей части. По статистике, в конце апреля-начале мая происходит рост аварий с участием детей. Риск – дело неблагородное. В Бобруйский водитель попал на штраф. 42-летний местный житель за рулем Фольксвагена Набатова пошел на обгон прямо перед пешеходным переходом. Благо, нарушение попало на видеорегистратор. В отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф до 10 базовых с лишением права управления на год. За прошедшие выходные в стране зарегистрировано 32 ДТП, в которых 1 человек погиб и 41 получил травмы. Стражи дорог пресекли 602 факта управления транспортными средствами, бесправниками и задержали 182 нетрезвых водителя. Черные стены. 10 мая сотрудникам МЧС пришлось решать непростую задачку. С виду казалось, будто горела многоэтажка. На деле же все не так просто. ЧП произошло утром. Спасатели вызвали прохожие. По прибытию на место огнеборцы обнаружили горящую акриловую ванну между девятым и техническим этажами. В одной из квартир находилась 14-летняя девочка. Ее оперативно эвакуировали и передали медикам. Ребенок госпитализирован из-за отравления угарным газом. Уже в другой квартире были найдены женщины с сыном. К счастью, семья не пострадала. Причины возгорания устанавливаются. Экстренный вызов. В Бобруйске полыхал гараж. ЧП произошло в среду на территории частного дома по Карла Маркса. Открытым пламенем горела хозпостройка. Спасателей вызвали очевидцы около пяти вечера. При этом хозяева находились на месте. Огнеборцам удалось быстро ликвидировать возгорание. Никто не пострадал. Всему виной неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ. Если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации пожара, незамедлительно наберите по телефону 101 или 112. Обязательно объясните диспетчеру, что происходит на ваших глазах. И желательно сориентируйте спасателей. То есть назовите точный адрес. И помните, пока вы общаетесь с диспетчером, помощь уже в пути. С начала года в стране произошло почти две тысячи пожаров. Огонь унес жизни 226 человек, в том числе одного ребенка. Оказалось, нечиста на руку. Женщина из-под носа увела девайс стоимостью больше тысячи рублей. Инцидент произошел в одном из магазинов Могилева. Преступницей оказалась 39-летняя местная жительница. Она дождалась, когда продавец отошла и схватила телефон. Но потом почему-то оставила мобильный на лавочке ближайшего сквера. Прохожий заметил дорогую вещь и передал сотрудникам милиции. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Похищенное возвращено владелице. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА